итак ребята всем привет сегодня у меня вот такое вот начало это означает что что у нас сегодня ником замечательно тем что наверное каждый любит вскрытие посылок особенно их получать и я вам сегодня покажу что я сегодня на почте получил замечательную посылку посылка пришла у нас из москвы вот она у нас именно от моего спонсора шопы так прикупил я ее и решил вам продемонстрировать все прелести и этой штуки эта штука девайс вообще огонь и надеюсь кто занимается пляжным копом будет приятно оповещен тем что вышла такая новинка так что к распаковке данные вещи смотрим будет интересно и полезно ну что ребята начнем скальпель сестра есть посылка есть город москва начинаем упаковано замечательно значит нам можно здесь просто-напросто беспредельничать как вот нам прям взять и так вот иначе первый этап есть распаковки будем продолжать еще делать вскрытие вот такая вот штучка зачет так штрих-код 0 7 9 8 и тадам вот он наш красавец о по на у по на смотрите те имеется так суботект скуботект инструкция на русском языке это зачетно зачетно но чё тут ознакомиться нечего так гарантийный талон хорошо отчет дальше тинь-динь-динь следующая макулатура тоже инструкция только уже англоязычный дальше отчет тут у нас тинь-динь-динь внимание тут у нас так металл детект еще на что так есть даже вот такая вот лейба наклейка рекламная и проспект у нас все что связано с металлоискателями брошюрки так 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 и и 40 и у 20 скуботек так спит так вверх в общем всякая знаете такая рекламная агитация скуб даже есть на фиг с ним нам это пока не интересно нам интересно вот что вот он вот он красавица ребята новинка новинка которая нас сейчас будет радовать своим тестом обязательно вам покажу протестирую именно по так и черту айт не потеряй к или чуть толку и резиновая фигня к это разобраться не потеряй к всякие тренчики это довольно редко бывает тем что в комплекте у элитных приборов вот это таких вот мелочей нет вообще в частности это гард гардовская морковка у него вообще тренчиков нету не потеряй к так и зарядка классно аккумулятор значит внутри стройная так понимаю или что надо разобраться следующий этап у нас будет проверки проверки вот красавец классный надежный о ништяк здесь есть светодиод я думал светодиода не будет оказывается есть значит это новинка они идут несколько экземпляров старый и новый но старый он без вот такого вот индикатора и я думал что у меня будет тоже такой же но кстати классно что он есть зачетно ладно сейчас приготовлю и включу будем тестировать и так ребята все таки мне пришлось ознакомиться с инструкцией потому что прибор не просто-напросто там фуфло какое-то а имеет серьезные настройки например как вы видите сейчас моргает у меня вот лампочка видите да и это в режиме ожидания когда прибор находится именно в таком режиме это можно конечно отключить при помощи настроек вот если прибор находится вот в таком положении 5 секунд слушайте он отключается то есть он просто в режиме ожидания но когда стоит им качнуть три раза раз два три и последний раз он включается внутри имеется специальный геркончик который вот слышите это не дефект изготовления это у нас находится там геркончик когда он после работы чтобы знать на кнопку не нажимать в воде сами понимаете работают иногда в перчатках кнопках тем более очень тугая и иногда включить ее трудно поверьте кнопка включения очень туговато и когда в режим ожидания просто геркончик нужно так вот поворачивать и он автоматически включается в принципе функция для подводного поиска классно но я как-то привык знаете обычно на кнопочках раз кнопочка и все а вот так вот просто держать три секунды и он выключается дальше здесь есть четыре режима которые можно настраивать при помощи кнопочки меню и включения то есть увеличить глубину находок все это есть помимо всего ребята режимов а здесь есть конечно же и настройки можно отключить как индикатор так и подсветку и вибро то есть он может работать и тихо вот видите просто отключили есть двойное и вибро и подсветка но я считаю что под водой нужно работать и с подсветкой из фибра вкратце ребят я вам сказал что за чудо прибор классный единственное может быть мне что не понравилось то что внутри не пальчиковые батарейки не крона а идет специальная батарея аккумуляторная батарея которая к сожалению как вы знаете со временем выходит из строя и менять это это надо будет нового что-то заказывать и все прочее это конечно меня не устраивает мне нравится когда комплект батареи закончился ты его зарядил и все без проблем а здесь имеется вот разъем через usb и идет осуществляется зарядка причем когда аккумулятор заканчивается здесь вот лампочка она будет моргать это означает что идет подсадка когда заряжается здесь все происходит наоборот перестает моргать так что scuba тэкт scuba тэкт будем сейчас тестировать итак ребятаistan وأхоkat не сегодня будет у нас следующая золотая цепочка толстая золотая цепочка тонкие звенья серебряная цепочка тонкие звенья и серебряная цепочка толстые звенья конечно же золотое колечко серебряное колечко серебряный крестик с золотой крестик вот такие вот у нас сейчас будут подопытные и будем испытывать наш скуба тект который надеюсь зайдет именно мне про вас не знаю но я надеюсь что мне вам понравится так что не будем разглагольствовать вот такие вот у нас будет сегодня подопытные то что у нас в основном встречается на пляже и посмотрим хваленый прибор или нет у меня все по-честному и я вам расскажу все как она есть все плюсы все минусы по проверке тестирования данного прибора и еще вам ребят хочу сказать что именно этот прибор именно этот прибор на суше результаты показывает конечно же хуже в воде воде все эти находки результат будет куда лучше должны сами догадываться что в воде влажность сырость вода мокрая и проводимость металлов лучше естественно в воде глубина залегания будет на порядок выше на 2-3 сантиметра это точно и так ребята начнем пожалуй с серебра берем обычное серебряное кольцо и и смотрим 8 7 с половиной реагирует бодро 7 с половиной четко берем золотое кольцо 5 ровно 5 следующий берем серебряный крестик 8 ровно 8 ребята следующий берем золотой крестик золото как вы видите в два раза меньше начинает от 4 с половиной сигнал 4 ровно пусть будет 4 ровно следом уберем тонкую серебряную цепочку сначала расправим ее не видит совсем не видит дальше если цепочка у нас будет например скомкана о ребята он вплотную только видит скомканную цепочку тонкую скомканную цепочку он видит вплотную печальный результат но это я считаю лучший результат будет сегодня дальше золотая цепочка среднего размера в развернутом виде он ее тоже не видит даже вплотную если цепочка будет свернута или узелками как-то свернута смотрим он ее вообще не видит ребята золото золото вообще плохо видно и слышно даже вплотную ребята печально печально не видит следующая тонкую цепочку вообще даже не стоит тонкую цепочку тонкими звеньями смысл вообще проверять нет он его не видит дальше толстая цепочка серебряная в развернутом виде в развернутом виде цепочка толстая ох он ее хорошо видит ребят очень хорошо на 9 сантиметров он ее видит здорово но с золотом конечно же проблемки ребята очень проблемки серьезные не видит вообще никак цепочку не видит печально ребята очень печально так что на пляже цепь лучше искать граблями что тогда сравнивать с серебром серебро он еще видит а вот золотые цепочки тонкие толстые вообще не видит но золото по крайней мере крестик золотой видит у нас на четырех да на четырех так поставить вот так вот четыре ровно видит золотое кольцо то тоже на четырех серебро видит вообще зачетно результаты вообще шикарные то есть этот скоботект он вообще все серебро будет ваше пляжное но к сожалению останетесь совсем без золота ну что ребята вкратце хочу подметить что скоб мне достаточно понравился своим таким знаете ну надежным то есть ничего там внутри не болтается кнопочки в принципе единственный недостаток что по кнопкам кнопка включения очень тугая очень знаете обычно когда нажимаешь на нее на кнопочке должен должен быть какой-то щелчок но в нем нету и не знаешь да как на какую силу надавливать что касается меню здесь чувствуется когда кнопочка нажимается то есть нормально функционирует следующее что дизайн достаточно удобный я считаю может быть плюсик надо было ручку немножко обрезинить было бы куда лучше в комплект очень идет достаточно большое количество это всякие не потеряйки всякие в общем девайс подкован нормально то есть качественно все сделала дальше что здесь имеется светодиод который тоже мне понравился потому что под водой именно реагировать на светодиод куда удобнее потому что мы копаем сами видели в мутной воде и этот опознаватель световой то что под катушечкой имеется сигнал это достаточно хороший плюс также здесь звуковая и вибрационная озвучка сигнала это тоже между хорошо то что по меню по настройкам тоже продумано хорошо режимы есть глубокие режимы есть режимы оповещения есть все хорошо прям мне понравился по тесту что хочу сказать тест конечно же сделал серебро видит вообще шикарно к сожалению мы все идем на пляже за поиском золота с золотом конечно же у нас напряги но вы должны понимать что даже металлоискатели не всегда видят золото а это как говорится обычный пинпойнтер вот это тоже немаловажно нужно учитывать при покупке данного девайса так что еще мне не понравилось это конечно же внутри имеется у нас встроенный аккумулятор который заряжается от сети или от USB прям ну хорошо ребята может быть аккумулятор надолго хватит не знаю но если он выйдет из строя или же как вы знаете гарантия аккумуляторов не вечная это надо будет как-то менять как-то разбирать и я даже не знаю как я с этим может в будущем столкнусь в остальном мне он понравился прям знаете это не просто там ох реклама вы бегите покупайте нет ребят я вам все нюансы данного прибора сказал показал тест легкий провел ребят еще хочу вам сказать немножко подметить что данный прибор в своей квалификации самый лучший я посмотрел перед тем как заказывать этот прибор тесты других блогеров блогеров и вот этот именно девайс зарекомендовал себя с лучшей стороны именно по сравнению с другими скобами вот так что ребят не зря я его взял вам продемонстрировал так что это на нынешний момент самый лучший пинпоинтер для подводного поиска вот скоба текст называется запомнили скоба тектор вот это не просто пинпоинтер а скоба тектор для подводного поиска я никогда вас ни в чем не обманываю и никогда вас ни к чему не принуждаю тест был проведен именно для того чтобы подтвердить свои слова все он видит хорошо за исключением цепочек с тонкими звеньями а в частности золото тонкие толстые звенья не видит вообще серебро тонкие звенья не видит толстые цепочки серебряные видит шикарно очень глубоко кольца видит потом крестики видит все по чесноку рассказал показал это не просто я вам рекламирую именно бренд я просто хочу чтобы когда вы были в выборе для себя знали что данный тест я вам показал все по чесноку чтобы вы потом просто не парились ну все наверное все сейчас немножко еще что-то вам скажу напоследок ну а так прибор мне понравился и так ребята на этом я буду с вами заканчивать заканчивать в принципе я вам показал новинку вот такой скоботек который нам предоставил именно интернет-магазин шоплитект вы можете все узнать там по этому прибору вам все расскажет все объяснят и продадут по хорошей скидке хотя сезон заканчивается но все равно на следующий год такие вещи снова будут дорожать так что лучше запастись саночками как говорится по весне по осени чтобы зимой их потом испытывать ну и все ребята надеюсь тест обзор вскрытие вам понравилось и поддержите мой канал пальчиком вниз или вверх как вам угодно оставляйте свои комментарии грозные со всеми общаюсь всем все объясняю до новых встреч на копе что выглядит обязательно подстал их в что я